В тот день Анна и Елена повезли кота, который находился на их попечении, в новый дом. Девушки думали, что пообщаются с потенциальными хозяевами и оставят им котика и никак не могли предположить, что вернутся домой не только с котом, но еще и щенком. Девушки подъехали к дому и зашли во двор, то, что они увидели за воротами, поразило их, во дворе сидел щенок, он был крошечным и очень испуганным, а также, явно сильно замерз. Лапки щенка были очень худыми, а живот наоборот, сильно распух, скорее всего от засилия паразитов. Малыш сидел на короткой цепи, которая тянулась от старой и почти развалившейся будки. На его шее был ошейник, большой и тяжелый настолько, что щенок с трудом мог поднять голову. А давать таким горе хозяева кота девушки не стали, забрали они с собой и щенка, тем более, хозяева были совсем не против. Как оказалось, малыша им отдали знакомые, у которых было 12 щенков, очевидно, получившихся из-за недосмотра хозяев и их нежелания стерилизовать свою питомицу. К сожалению, жизнь на цепи, в холоде зимой и на жаре летом участь, которая уготована многим собакам, если их берут в дом исключительно для того, чтобы они охраняли двор. Даже бездомные дворняги порой живут лучше. Собак можно содержать на цепи, но при условии, что их отпускают погулять ночью, выводят на прогулки, а их будка теплая, защищает от дождя и ветра, питание правильное и сбалансированное. В такой ситуации цепное содержание не будет негативно сказываться на жизни и здоровье животного. Посадить на цепь крошечного щенка, да еще и выбрав для этого ошейник, который для него слишком тяжелый, предложить для него в качестве укрытия трухлявую и холодную будку, при этом еще и не позаботиться о его питании. Не пролечить его от паразитов – это полное безразличие, а скорее даже жестокость по отношению к животному. Я не могу понять, зачем брать в дом собаку, если вы не можете, а скорее даже не хотите, позаботиться о достойных условиях для нее. Малышку назвали кнопой и нашли ей передержку, вывели паразитов, сделали нужные вакцины. Она немного поправилась, окрепла, а вместо испуга в ее глазах светится радость. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.